Вчера 15 апреля текущего года в Центре традиционной культуры народов России села Нуродилово Хасавертовского района прошло совещание работников культуры территориальных округов по вопросам деятельности культурно-досуговых учреждений и Центра традиционной культуры народов России. На форуме приняли участие представители Министерства культуры Республики Дагестан и ведомственных учреждений регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», начальники управления культуры районов и городов, директора Центра традиционной культуры народов России, работники муниципальных культурно-досуговых учреждений, деятели культуры и искусства. Организаторами форума выступили Министерство культуры Республики Дагестан, Республиканский дом народного творчества, Министерство культуры Республики Дагестан, Дагестанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» и муниципальное образование «Хасавилтовский район». Следует отметить, это третье подобное совещание, проводимое в рамках реализации приоритетного проекта «Республики Дагестан. Человеческий капитал» под проект «Культура и культурная политика Дагестана». На данном совещании, проводимом в Северном территориальном округе, принимали участие начальники управления культурой и работники культурно-досугового учреждения Бабаюртовского, Казбековского, Кизлярского, Новолагского, Ногайского, Тарумовского, Хасавюртовского районов и городов Кизляр, Хасавюрт, Южно-Сухокумск, а также депутаты Народного собрания Республики Дагестан, зампредседателя Комитета аграрной политики Хазали Мессиев и Муса Истрагимов, замминистра культуры Республики Дагестан, директор Республиканского дома народного творчества Марита Мугадова. Татьяна Петинина, искусствовед, член Союза художников России, член Международной ассоциации искусствоведов, заслуженный работник культуры Республики Дагестан, специалист по декоративно-прикладному искусству Республиканского дома народного творчества Министерства культуры Республики Дагестан. Мария Магомедова-Чалабова, кандидат искусствоведения, специалист по декоративно-прикладному искусству Республиканского дома народного творчества Республики Дагестан. Гулизар Султанова, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусств Дагестанского научного центра Российской академии наук, заслуженный деятель искусств РФ, специалист по театральному искусству. Хан Баширов, профессор, председатель правления Союза музыкантов Республики Дагестан, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственных премий РФ и Республики Дагестан, а также первый зам руководителя регионального исполкома Всероссийской политической партии «Единая Россия» Нажмудин Хасбулатов и руководитель местного исполкома Всероссийской политической партии «Единая Россия» Асиат Арсланханова. С приветственным словом, открывая мероприятие, к собравшим обратилась Марита Великановна Мугадова. В наших муниципальных образованиях созданы центры в 2013-2014 году. Центры традиционной культуры народов России – это учреждения, которые в рамках той деятельности культурно-досуговых учреждений, которая и велась, но сегодня она обозначена более значением и приоритетом традиционной культуры, и не только той культуры, где проживает определенная народность, национальность, но и культуры дагестанских народов, культуры народов России. И, конечно, очень много вкладывается в это понятие, очень много нужно будет делать еще, притворяться, работать. Большая работа нам предстоит в будущем, но уже благодаря этой поддержке главы, каждому из центров были выделены необходимые. Для того, чтобы эти центры могли приобрести необходимые для себя и технические, и материальные, и, что касается выставочной, экскурсанты, приобретения, инструменты, костюмы, все, что возможно сделать, чтобы вместилось в поддержку. Но это не означает, что кроме этой поддержки у центра нет поддержки. Конечно, за осуществление этой деятельности отвечают главы муниципальных образований, начальники управления культуры. Я думаю, что мы всегда, и наши коллеги, уважаемые коллеги, мы вас сегодня всех здесь в зале приветствуем, очень рады вас видеть. Надеемся, у нас сегодня по нашей программе совещания пройдет благотворный день. Мы сможем с вами не просто поделиться тем опытом, который уже есть у каждого из вас, может быть, выслушать о каких-то предложениях, о каких-то проблемах. Но, тем не менее, я думаю, что нам есть о чем рассказывать друг другу и для того, чтобы определять вектор движения дальше. Конечно, мы все понимаем и прекрасно знаем, что не самые лучшие условия в сельских поселениях, очень много проблем, очень много вопросов, которые необходимо решать и сиюминутно, и в течение определенного времени, то есть очень важного порядка. Но, тем не менее, не снимаются вопросы. Сегодня очень важный разговор состоится для того, чтобы мы обратили внимание на те вопросы, которые сегодня волнуют первое лицо республики, волнуют президента страны. И мы с вами знаем, что были разные времена. Очень многие из вас работают не один год, работают продолжительное время, имеют богатый опыт работы. И знают, что очень много времени мы ждали, когда скажут о культуре, заговорят о культуре, когда скажут, что это необходимо, важно, когда подчеркнут, что важны традиции культурные, сохранять. Сегодня во всеуслышание об этом говорят не только в нашей республике, говорит президент страны на всех, значит, возможных встречах, которые касаются социальных вопросов, обязательно звучат вопросы культуры. Вчера на встрече, одной из встреч официальных, если вы смотрели новостные программы, также прозвучал вопрос о том, что идет сокращение библиотек, что это недопустимо, сказал президент. Так что я думаю, что очень важно, с одной стороны, то, что мы с вами смогли на сегодняшний день сохранить наше учреждение культуры, несмотря на то, что они многие не отвечают требованиям и в отношении материального содержания, и, может быть, не соответствуют сегодня тому виду, который должен сохранять или относиться к учреждению культуры, относить его, вот. Но, тем не менее, сохраняя учреждение культуры, мы давали возможность сохранить этому поселению учреждение для того, чтобы в лучшие времена это учреждение работало. Сегодня настали эти лучшие времена, когда нужно все усилия приложить для того, чтобы каждое учреждение стало действительно действенным, единицей стало, а не просто существовало для того, чтобы подумать о том, что кому-то мы рабочее место сохранили, кому-то, значит, возможно зайти в это село, поговорить о том, что есть вопросы культуры. И я думаю, что не всегда это нужны большие затраты, не всегда для этого нужны большие вложения, нужно, как мы сами во многом убеждаемся, нужно очень большое душевное тепло, профессионализм, нужно уметь людей сплачивать вокруг себя, так, чтобы можно было и вкладываться в это учреждение, чтобы оно также имело лицо, человеческое лицо, лицо традиции, лицо культуры. И наши муниципальные учреждения, ваши, вернее, наши, очень много и большую работу проводят, проводятся мероприятия определенные, создан календарь мероприятия Центра традиционной культуры, издаются методические пособия для оказания помощи Центром традиционной культуры, но тем не менее все те формирования, творческие коллективы, которые в них работают, они все-таки должны обретать уже новое дыхание. И сами учреждения. Ну вот хорошо в этом учреждении, есть баннеры, хотелось бы, чтобы не только мы, кто приезжает сюда, и работники культуры об этом знали, чтобы те жители, которые в этом селе, и в первую очередь дети наши, молодежь, чтобы они приобщались к нашей культуре, не на словах, не только в школах, когда им рассказывают об этом учителя, а тогда, когда у них есть свободное для этого время, чтобы мы могли использовать это свободное время для того, чтобы развивать. Игра.